Десять лет назад на Лопыгинской земле был освящен закладной камень храма в честь Сретения Господня. А 13 февраля 2011 года он распахнул свои двери для всех верующих. К этому деле было подключено много-много неравнодушных людей, которые внесли свою лепту в то, чтобы получилось вот это прекрасное здание. Каждый человек, то, что ему дал Господь сам в этой жизни, он этим и делится. Поэтому и «Металлоинвест», и многие другие организации, они вкладывали ту посильную лепту, которую они сами считали нужным и могли оказать. В этом году память об этом благом деле была увековечена для потомков. По инициативе депутатов Белгородской областной думы, первого заместителя генерального директора, директора по производству компании «Металлоинвест» Андрея Угарова и управляющего директора ОМК Николая Шляхова, «Металлоинвест» выделил средства на изготовление и установку мемориальной доски. На ней отмечены все благотворители, которые остались небезучастными при возведении Сретенского храма и мемориала воину-освободителю. Чтобы это была не только память нас, ныне живущих, но надеюсь, что и на многие-многие годы вперед каждый человек, он, приходя в этот храм, мог помолиться за благотворителей, строителей, жертвователей Святого Места Сегу. Сама память, память, конечно, не о самом человеке, а вот о том благом деле, жертвенной любви, наверное, которую исключает человек. Для четырех населенных пунктов, входящих в состав Лопыгинского сельского поселения, это единственная церковь. Валентина Степановна Нижникова пришла на службу вместе со своей сестрой из Новокладового. Приход у нас очень хороший. Отец Михаил у нас – это дорогой человек, который настолько он нам преподносит, настолько он нам дает такую исповедь, такие проповеди, просто не хочется уходить. И прихожане у нас все хорошие, все добрые, мы как единая семья. Храм молодой, но уже за это время обрел множество икон и частиц мощей. С каждым годом он украшается и духовно обогащается. Нередко на Лопыгинской земле бывают путешествующие православные святыни. По 12 ноября будет пребывать в храме частица Святой Блаженной Матушки Матроны. Так что все желающие мы приглашаем помолиться и разделить с нами эту духовную радость. 10 лет назад на Лопыгинской земле был освящен закладной камень храма в честь Сретения Господня. А 13 февраля 2011 года он распахнул свои двери для всех верующих. К этому деле было подключено много-много неравнодушных людей, которые внесли свою лепту в то, чтобы получилось вот это прекрасное здание. Каждый человек, то, что ему дал Господь сам в этой жизни, он этим и делится. Поэтому и «Металлоинвест», и многие другие организации, они вкладывали ту посильную лепту, которую они сами считали нужным и могли оказать. В этом году память об этом благом деле была увековечена для потомков. По инициативе депутатов Белгородской областной думы, первого заместителя генерального директора, директора по производству компании «Металлоинвест» Андрея Угарова и управляющего директора ОМК Николая Шляхова, «Металлоинвест» выделил средства на изготовление и установку мемориальной доски. На ней отмечены все благотворители, которые остались небезучастными при возведении Сретенского храма и мемориала воину-освободителю. Чтобы это была не только память нас, ныне живущих, но надеюсь, что и на многие-многие годы вперед каждый человек, он, приходя в этот храм, мог помолиться за благотворителей, строителей, жертвователей Святого Места Сигу. Сама память, память, конечно, не о самом человеке, а вот о том благом деле, жертвенной любви, наверное, которую исключает человек. Для четырех населенных пунктов, входящих в состав Лопыгинского сельского поселения, это единственная церковь. Валентина Степановна Нижникова пришла на службу вместе со своей сестрой из Новокладового. Приход у нас очень хороший. Отец Михаил у нас – это дорогой человек, который настолько он нам преподносит, настолько он нам дает такую исповедь, такие проповеди. Просто не хочется уходить. И прихожане у нас все хорошие, все добрые. Мы как единая семья. Храм молодой, но уже за это время обрел множество икон и частиц мощей. С каждым годом он украшается и духовно обогащается. Нередко на Лопыгинской земле бывают путешествующие православные святыни. По 12 ноября будет прибывать в храме частица Святой Блаженной Матушки Матроны. Так что все желающие, мы приглашаем помолиться и разделить с нами эту духовную радость. Продолжение следует...